В данном видео расскажу, какие бывают дистрибутивы Linux. Естественно, я упомяну не все дистрибутивы, а только которые слышал или знаю, так как дистрибутивов Linux большое множество, которые пополняются постоянно. Для того, чтобы вы понимали весь масштаб, открою картинку со списком дистрибутивов. Как можно увидеть их тут огромное количество, а также их становится со временем все больше. Первый дистрибутив, про который я расскажу, это Debian, на котором построено множество других дистрибутивов. Данный дистрибутив я использовал какое-то время, а на моем канале даже есть видео, посвященное этому дистрибутиву. Debian – это дистрибутив, состоящий из свободного и открытого программного обеспечения и при необходимости доступен несвободный репозиторий. При установке можно выбрать нужное графическое окружение. Видео с процессом установки Debian также есть у меня на канале. Используется более старой, но стабильной версией программ по сравнению с другими дистрибутивами. В целом, мне данный дистрибутив понравился. Ubuntu – мой основной дистрибутив. На канале большая часть видео посвящена данному дистрибутиву. Просто в установке и настройке. Многое установлено из коробки, основан на дистрибутиве Debian. Доступен в формате LTS, то есть с длительной поддержкой, а также с коротким сроком поддержки. Но зато были новыми версиями программ, но и серверный вариант. Большинство программ и драйверов доступны для данного дистрибутива. Остается их только скачать и установить. Для установки некоторых программ, например, браузеров, используется Snap. Хотя раньше они устанавливались из репозиториев. По умолчанию используется графическое окружение Gnome, но также доступны и другие версии. О них на следующем слайде. Указанная версия выпускается компанией Canonical. И все кроме Ubuntu, Ubuntu Studio и Ubuntu Server просто поставляются с другим графическим окружением. И Ubuntu позиционирует себя как дистрибутив для учебы. Ubuntu Studio, обзор который у меня есть на канале, предназначен для работы с аудио, видео, графикой и фотографией. Также есть видео о том, как выглядит 24-я версия Ubuntu и Xubuntu. Также существуют дистрибутивы, которые основаны на Ubuntu, но разработаны не Canonical. Например, Elementary OS. Она рекламируется как продуманная, способная и этичная замена macOS в Windows. Использует собственную среду рабочего стола, называемый Panteon. Кантура построена на базе UGNOM. А также собственные приложения, разработанные Elementary. Данным дистрибутивом я не пользовался, поэтому рассказать более подробно про него не смогу. KDAO Neon. Дистрибутив, разработанный компанией KDAE. Дополненный набором репозиториев дополнительного программного обеспечения. Кантура, содержащих последние версии окружения рабочего стола фреймворка Plasma 6, инструментария Qt 6 и другого совместимого с KDAE программного обеспечения. KDAO Neon часто путают с Kubuntu и наоборот. Однако основное различие между этими двумя операционными системами заключается в том, что Kubuntu поддерживает стабильные релизы и LTS-версию Ubuntu, в то время как KDAE Neon фокусируется на обновлении редакций приложений KDAE для разработчиков, не поддерживает стабильные релизы к Ubuntu, если только корневой пользователь не решит активно обновить свою систему. KDAE Neon заставляет пользователя обновлять дистрибутив с помощью пакета PackageKit, а не APT. Такой подход позволяет избежать возможных проблем при обновлении пакетов KDAE. Linux Lite Дистрибутив ориентирован на начинающих пользователей Linux и пользователей Windows, стараясь сделать переход от Windows к Linux как можно более плавным. Для этого дистрибутив старается сохранить многие визуальные и функциональные элементы Windows, чтобы создать опыт, который может быть воспринят пользователем Windows как знакомый. Кроме того, дистрибутив стремится развить миф о том, что Linux сложно использовать, пытаясь предложить простой и интуитивно понятный рабочий стол, используя TXFC в качестве среды рабочего стола. Linux Mint Ориентирован на удобство для пользователей национальных компьютеров. Представлен в версиях Cinnamon, XFCE и Mate, а также Cinnamon Edge, который предназначен для самого нового железа. Обзор, сравнение и установка данного дистрибутива есть у меня на канале. POP-OS Дистрибутив, содержащий адаптированное окружение рабочего стола кном, известное как Cosmic. Дистрибутив, разработанный американским производителем Linux компьютеров System76. POP-OS в первую очередь предназначен для комплектации компьютеров, созданных в System76, но также может быть загружен и установлен на большинство компьютеров. Trisquill Проект нацелен на создание полностью свободной системы без проприетарного программного обеспечения или прошивки и использует версию модифицированного ядра Ubuntu с удаленным несвободным кодом бинарными блобами. Trisquill полагается на пожертвование пользователей. Его логотип Trisquillion – кельтский символ. Trisquill включен в список Free Software Foundation как дистрибутив, содержащий только свободное программное обеспечение. Стандартный дистрибутив Trisquill включает среду рабочего стола MADE. Zorino S. По умолчанию в нем используется окружение рабочего стола Gnome 3 и XFC 4. Хотя рабочий стол сильно адаптирован, чтобы помочь пользователям легко перейти с Windows и macOS. Поддерживается Vine и Plane Linux, что позволяет пользователям запускать совместимые с Windows программы, такие как Microsoft Office. Создатели поддерживают три бесплатные редакции операционной системы и продают профессиональную редакцию. Обзор на разные версии данного дистрибутива также есть у меня на канале. Далее я расскажу про остальные дистрибутивы, основанные на Debian. Knopex предназначена для запуска непосредственно CD-DVD, LiveCD или USB накопителя LiveUSB. Впервые она была выпущена в 2000 году немецким консультантом по Linux Клаусом Кнопером и стала одним из первых популярных Live дистрибутивов. Knopex загружается со сменого носителя и распаковывается в RAM накопитель. Распаковка происходит прозрачно и на лету. Использует LXDE в качестве графического окружения. Также существуют и другие дистрибутивы, основанные на Knopex. Остальные даймены основанные дистрибутивы. Antix изначально заменил окружение рабочего стола MAPIS KDE на оконные менеджеры Fluxbox и ISVM, что сделало его подходящим для старых, менее мощных систем на базе X86. В отличие от Debian, Antix не использует систему systemd-init. Вместо этого Antix предоставляет образы, в которых в качестве системы init по умолчанию установлены либо sysv-init, либо r-unit. Он легкий и подходит для старых компьютеров, но при этом обеспечивает передовое ядро и приложение, а также обновление и дополнение через систему пакетов apt-get и репозиторий, совместимые с Debian. AstroLinux – российская компьютерная операционная система на базе Debian, широко внедряемая в Российской Федерации с целью замены Microsoft Windows. Изначально она создавалась и развивалась для нужд российской армии, других вооруженных сил и спецслужб. Она обеспечивает защиту данных до уровня совершенно секретно по классификации российской секретной информации за счет обязательного контроля доступа. Официально сертифицированного Министерством обороны ИРАФ, Федеральной службой по техническому и экспертному контролю и Федеральной службой безопасности. Debian – в нем реализовано окружение рабочего стола Debian Desktop Environment, построенное на QT и доступное для различных дистрибутивов. Среди пользователей Debian преобладают китайцы, хотя Debian Desktop Environment присутствует в репозиториях большинства известных дистрибутивов Linux в качестве альтернативного окружения рабочего стола. Компания, стоящая за разработкой Debian Technology, дочерняя компания Union Tech, базируется в Ухане, Китай. Debian – это форк дистрибутива Debian Linux, который использует sysv-init и runit или openrt вместо Systemd. Debian стремится избежать замкнутости проектов подобных Systemd и стремится поддерживать совместимость с другими системами init, чтобы избежать отрыва Linux от других Unix-систем. Kali Linux – дистрибутив, предназначенный для цифровой криминалистики и тестирования на проникновение. Он поддерживается и финансируется компанией Offensive Security. Программное обеспечение основано на ветке Debian Testing. Большинство пакетов, используемых Kali, импортировано из репозиторий в Debian. Linux Mint Debian Edition использует Debian Stable в качестве исходной базы программного обеспечения, а не Ubuntu. Изначально Linux Mint Debian Edition был основан непосредственно на ветке Testing Debian, но разработан для обеспечения той же функциональности и внешнего вида, что и редакции на базе Ubuntu. LMD имеет свои собственные репозитории пакетов. MX Linux – это дистрибутив, основанный на стабильном Debian и использующий основные компоненты NTX, а также дополнительное программное обеспечение, созданное или упакованное сообществом MX. Разработка MX Linux – это совместная работа сообщества NTX и бывшего сообщества Mepis. Цель сообщества – создать семейство операционных систем, которые будут сочетать в себе элегантные и эффективные рабочие столы, высокую стабильность и производительность. В качестве основного окружения рабочего стола в MX Linux используется XFCE, к которому добавляется отдельная стоящая версия KDE Plasma и в 2021 году отдельная реализация Fluxbox. Другие окружения могут быть добавлены или доступны в виде побочных ISO-образов. ParatOS – дистрибутив Linux, основанный на Debian и ориентированный на безопасность, конфиденциальность и развитие. Основан на ветке Debian Testing с ядром Linux 6.1. Он следует модели разработки скользящего выпуска. Окружение рабочего стола Mate – менеджер дисплеев по умолчанию LightDM. Raspberry Pi OS – операционная система на основе дистрибутива Debian для компактных одноплатных компьютеров семейства Raspberry Pi. Raspberry Pi была разработана независимо от 2012 года, стала основной операционной системой для этих плат. С 2013 года первоначально была оптимизирована для Raspberry Pi 1 и распространялась в Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Foundation заменила ее в 2020 году на Raspberry Pi OS. Arch Linux – независимо разработанный дистрибутив общего назначения, который стремится предоставлять последние стабильные версии большинства программ, следуя модели скользящих релизов. Установка по умолчанию намерена минимальна, чтобы пользователи могли добавлять только те пакеты, которые им необходимы. Манжаро. Для тех, кому не хочется устанавливать все вручную, существует дистрибутив, основанный на Arch Linux, например, Манжаро. Дистрибутив, ориентированный на удобство и доступность для пользователей. Он использует модель обновления по принципу скользящего релиза и Pac-Man в качестве менеджера пакетов. Доступен с Plasma, XFCE, Gnome и Cinnamon, а также экономи-менеджерами i3 и SWE. Fedora. Дистрибутив, разработанный проектом Fedora. Изначально он был разработан в 2003 году как продолжение проекта RedHat Linux. Он содержит программное обеспечение, распространяемое под различными свободными и открытыми лицензиями, и стремится быть на переднем крае технологий с открытым исходным кодом. В настоящее время он является исходным кодом для CentOS Stream и RedHat Enterprise Linux. RedHat Enterprise Linux – коммерческий дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, разработанный компанией RedHat для коммерческого рынка. RedHat Enterprise Linux выпускается в серынных версиях для x86.64, PowerRays, ARM64 и IBM Z, а также в настольной версии для x86.64. Источниками исходных текстов служат Fedora Linux и CentOS Stream. Вся официальная поддержка и обучение RedHat, а также программа сертификации RedHat, сосредоточена на платформе RedHat Enterprise Linux. Также существуют дистрибутивы, основанные на RedHat Enterprise Linux, например, Alma Linux. Слабонный дистрибутив с открытым исходным кодом, разработанный Alma Linux OS Foundation, с целью создания поддерживаемой сообществом корпоративной операционной системы, производственного уровня, бинарного, совместимого с RedHat Enterprise Linux. Название дистрибутива происходит от слова Alma, означающего «душа» на испанском и других латинских языках. Оно было выбрано как дань уважения сообществу Linux. Oracle Linux, ранее известный как Oracle Enterprise Linux, дистрибутив, упакованный и свободно распространяемой программой Oracle, частично доступный под GNOME General Public License с конца 2006 года. Он скомпилирован из исходного кода RedHat Enterprise Linux, заменил брендинг RedHat на Oracle. Оно также используется в Oracle Cloud и Oracle Engineering Systems, таких как Oracle Exadata и другие. Также существуют и другие дистрибутивы, основанные на Fedora, о которых я, к сожалению, не слышал. OpenSUSE. Бесплатный дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, разработанный проектом OpenSUSE. Он предлагается в двух основных вариантах. TumbleVid – дистрибутив для скользящего выпуска, и Lib – дистрибутив для стабильного выпуска, основанный на SUSE Linux Enterprise. GECO Linux – дистрибутив, основанный на OpenSUSE. Он доступен в двух редакциях. Static, которая основана на OpenSUSE Lib, и Rolling, которая основана на OpenSUSE TumbleVid. Mandriva. Mandriva Linux – слияние французского дистрибутива Mandriq Linux и бразильского дистрибутива Conductiva Linux. Это снятое с производства дистрибутив Linux, разработанный компанией Mandriva. Последний релиз Mandriva Linux был выпущен в августе 2011 года. Большинство волиных разработчиков перешли в MyJay. Позже оставшиеся разработчики объединились с членами сообщества и создали OpenMandriva – продолжение Mandriva. Rasa Linux – это дистрибутив операционной системы Linux, разработанный российской компанией NTC IT Rasa. Он доступен в трех различных редакциях – Rasa Desktop Fresh, Rasa Enterprise Desktop и Rasa Enterprise Linux Server, причем две последние, ориентированные на коммерческих пользователей. Редакция для настольных компьютеров поставляется в комплекте с программным обеспечением с закрытым исходным кодом, таким как мультимедийные контакты и Steam. Rasa Linux основана на Mandriva. Rasa Desktop Fresh 12.4 – последняя версия рабочего стола по состоянию на 28 марта 2023 года. Доступна с четырьмя различными окружениями рабочего стола – KDE Plasma 5, Gnome, LXQT и XFC. Кроме того, он содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное собственными силами компании Rasa, например, Rasa Image Writer или Rasa Media Player. Rasa Linux сертифицированным Министерством обороны России. На данный дистрибутив у меня также есть обзор. Остальные RPM основанные дистрибутивы. Alt Linux – набор российских кооперационных систем, основанных на менеджере пакетов RPM и построенных на базе ядра Linux и репозитория пакетов CDFUS. Alt Linux разработан коллективно сообществом разработчиков Alt Linux Team и компанией Alt Linux Ltd. GENTU. Дистрибутив созданный с использованием системы управления пакетами Partage. В отличие от бинарных дистрибутивов, исходный код компилируется локально в соответствии с предпочтениями пользователя и часто оптимизируется под конкретный тип компьютера. Для некоторых пакетов доступны предварительно скомпилированные двоичные файлы. GENTU работает на широком спектре процессорных архитектур. Основанный на GENTU Chrome OS и Chromium OS. Дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, предназначенный для запуска веб-приложений и просмотра страниц во всемирной паутине. Эта версия Chrome OS с открытым исходным кодом дистрибутива Linux, созданного у Google. Chromium OS, как и Chrome OS, основана на ядре Linux, но ее основным пользовательским интерфейсом является веб-браузер Chromium, а не браузер Google Chrome. Chromium OS также включает менеджер пакетов Partage, который изначально был разработан для агента Linux, поскольку Chromium OS и Chrome OS используют браузерный движок для пользователей циклого интерфейса. Они ориентированы на веб-приложения, а не на прикладное программное обеспечение или мобильное приложение. Slackware Дистрибутив, созданный Патриком Фольккердингом в 1993 году, первоначально основанный на Softlanding Linux System. Slackware послужил основой для многих других дистрибутивов Linux, в частности пирог версии дистрибутивов Suse Linux и является самым старым дистрибутивом, который поддерживается до сих пор. Android Мобильная операционная система, основная на модифицированной версии ядра Linux и другом программном обеспечении с открытым исходным кодом, предназначенная в первую очередь для мобильных устройств с сенсорным экраном, таких как смартфоны и планшеты. CyanogenMod, снятая с производства операционной системы с открытым исходным кодом, для мобильных устройств, основанная на мобильной платформе Android. Разрабатывалась с 2009 по 2016 год и представляла собой бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, основанное на официальных релизах Android от Google с добавлением оригинального и стороннего кода и основанное на модели разработки сользящих релизов. Lineage OS – операционная система на базе Android для смартфонов, планшетов и приставок, с преимущественно свободным и открытым исходным кодом. Она является преемницей CyanogenMod, от которой была отпочкована в декабре 2016 года, когда CyanogenMod объявила о прекращении разработки и закрытии инфраструктуры проекта. Поскольку компания CyanogenMod сохранила право на имя Cyanogen, проект провел ребрендинг CyanogenMod как Lineage OS. Также существуют и другие дистрибутивы, которые используются на других устройствах. Например, вы могли слышать о следующих системах, которые используются на роутерах. Это DD-верти и Open-верти. На этом обзор дистрибутивов Linux совершен. До встречи в следующих видео.